Встречи с молодыми специалистами представители администрации Ленинского района областного центра Брещины проводят регулярно. Ежегодно на предприятии и в организации района приходят около двух сотен трудовых новобранцев. Сделать все, чтобы молодое пополнение почувствовало себя на своем месте – важная задача. Помочь с ее решением может активное участие администрации в жизни молодых специалистов. Последние должны знать не только о своих обязанностях, но и о правах и о гарантиях. Встречи в администрации района мы проводим для того, чтобы рассказать им о тех службах, которые есть у нас, куда им обратиться по решению своих каких-то социальных вопросов, бытовых вопросов, чтобы они понимали, что очень многие проблемы мы можем помочь им решить именно в администрации района Ленинского. По словам Геннадия Борисюка, руководители предприятий, к которым в текущем году пришли молодые специалисты, пополнением довольны в трудовые процессы, ребята включились активно, желание работать в наличии. Молодежь, в свою очередь, признается. Сказать, что адаптационный период позади сложно, но благодаря помощи старших товарищей этот процесс проходит максимально комфортно. Поддерживаем тепло в домах. Где-то, если какие-то утечки, неполадки, устраняем максимально быстро. То есть работа может быть как и в ночь, так и в день. Очень ответственная работа. Да, это очень ответственная работа. Справляетесь? Ну, пока да. Пока так, грубо говоря, вникая в курс. Я все время хожу с мастерами, с начальниками и смотрю, пока просто смотрю. Отучился в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. В данный момент работаю в Брест Энерго, филиал Энерго Телеком. А работа достаточно интересная, ну, достаточно ответственная тоже. Ну, и коллектив подобающий. Участники встречи в большинстве своем и нагороднее. В числе актуальных вопросов – жилье. Представители администрации рассказали о том, на какие льготы или иную помощь могут рассчитывать молодые специалисты. Куда нужно обратиться за советом. Да, считаю, это полезно для таких начинающих людей, как мы. Для приезжих, вот так, как я, например. Я считаю, это полезно. Также разговор шел о развитии города над Бугом в целом и приближении тысячелетнего юбилея. Молодежь – самая мобильная, прогрессивная часть общества. Нет сомнений, что эти юноши и девушки внесут свой вклад и в укрепление экономики города, и в празднование солидной даты. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания Буг-ТВ. Телекомпания Буг-ТВ.